У этой воды нет противопоказаний. Сплошная польза. Пластунскую минералку Ольга Напалкова пьет каждый день. В Сочи на больного курорт Мацеста приехала из Москвы. Говорит наслышанно о целебных свойствах местных источников. Это курорт с давнешней историей, с рекомендациями. По крайней мере, абсолютно точно знаю, что люди очень довольны, которые здесь отдыхали и проходили лечение. Пластунскую воду внутрь, огненную снаружи. Врач готовит сероводородную ванну. Об этой воде говорят – пахнет плохо, зато лечит хорошо. Недаром чаша с лечебной, как ее называют на Мацесте, огненной водой размещена на гербе города. Еще здесь прописывают йодобромную ванну и радоновую, насыщенную природным газом. Такие любил принимать Сталин. Сегодня на Мацесте в год проводят до полутора тысяч лечебных процедур. Сюда едут со всей страны. В год около 40 тысяч человек. Но известная здравница, с которой и начинался Сочи как курорт, могла бы принимать и больше. О развитии бальнеологии говорили сегодня в Сочи на научно-практической конференции. В город приехали курортологи, врачи и ученые. Из Крыма, Кавказских минвод, курортов Кубани, а также из Абхазии и Белоруссии. Порядка 120 участников. Инициатором проведения конференции выступило городское собрание Сочи. В прошлом году 40 тысяч человек, фамилий, посетило Мацесту и только 2% местных жителей. Поэтому мы выстраиваем нашу работу таким образом, чтобы, первое, решить проблему привлекательности города и отдыхающие должны приезжать к нам. А второе, очень важное, сделать доступным для местных жителей. Для этого врачи местных поликлиник должны прописывать сочинцам бальню процедуры в качестве лечения или профилактики заболеваний. Стоимость профилактики 8 раз ниже стоимости лечения. Санатурно-курортное лечение – это экономически выгодное, перспективное направление. Поэтому интеграция технологий восстановительного и санатурно-курортного лечения в общемедицинскую практику является сегодня наиболее актуальной задачей. Депутаты предложили провести дополнительные обучающие курсы для сочинских врачей, рассказать о пользе бальнеотерапии, чтобы медики чаще прописывали пациентам этот вид оздоровления. Кроме Мацесты в Сочи еще 66 санаториев и пансионатов с лечением. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.